Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о феномене, называемом реинкарнации, переселении души. Веды утверждают, что душа выше всего того, что изучает физика или химия. В психиатрии описываются симптомы уже виденного или уже слышанного, который хотя бы однажды ощущал каждый человек. Кроме того, известны случаи, называемые в медицине фобиями, безотчетные боязни человеком воды, огня, высоты, холодного оружия и т.п. Каждый знаком феномен без причины симпатии или антипатии людей друг к другу. Что лежит в основе этих явлений? Заканчивается ли наше существование смертью? Или остаётся нечто, что сохраняется после разрушения физического тела? Итак, сегодняшняя наша тема — реинкарнация. Что такое реинкарнация? Почему в последнее время у людей вызывает очень большой интерес слово «реинкарнация»? Мы сегодня попытаемся углубить своё понимание реинкарнации. С этой целью мы сегодня будем задавать вопросы Чайтанье Чандарчарам Прабу. В самом начале я бы хотел дать маленькое определение реинкарнации. Оно состоит из пяти латинских слов. «Ре» — снова, «ин» — внутрь, «карн» — плоть, а ты причинять или становиться, и «йон» — процесс. Поэтому реинкарнация дословно означает процесс попадания снова в плоть. Итак, наш вопрос. В последнее время мы можем часто слышать это слово «реинкарнация». Она появляется в прессе, телевидении и так далее. И так же вызывает живой интерес у людей. Что же такое реинкарнация? Итак, реинкарнация — это очень просто. То есть мы получаем какое-то физическое существование. Это является уже фактом. То есть мы уже имеем тело. То есть я чувствую это тело, я чувствую возраст тела, вес тела, какие-то внутренние процессы тела, мыслительные процессы, желания у меня есть. Это влияние тела, физическое тело. Это инкарнация. Итак, реинкарнация — это смена тела. Это тоже можно назвать фактом, потому что мы видим, что рождение наступает, постоянно в этом мире происходит. Каждую секунду рождается огромное количество новых-новых тел. В каждом виде жизни это происходит. Так же, как и каждую секунду эти тела, они разрушаются, уничтожаются, то есть и с смертью, и с рождением. И слово «реинкарнация» связано именно с рождением и смертью. Обычно воплощение, вот это телесное воплощение, как инкарнация, считается от момента рождения до момента смерти. А затем происходит переоплощение с Личностью. То есть тело, оно уходит в небытие, и затем где-то рождается снова это живое существо. В этом как бы сути инкарнации. Как говорится, скажем, на дереве возревает семя. А из семени появляется новое дерево. Вот подобно этому человек, он живет. И на этом дереве тело происходит какая-то деятельность, возревает какая-то деятельность, которая определяет наше будущее. Например, если я встал на одну ногу, затем я делаю шаг. Вот этот шаг, вот эта деятельность в моем воплощении. Сейчас я активно действую. Как эта деятельность будет сопровождать всю мою жизнь. И это определит мое будущее существования. То есть та карма, деятельность, которая накопится в течение всей жизни, она выразится в новом воплощении. Так этот шаг делается, если я стою на одной ноге, то вот этот шаг, следующий шаг, это моя деятельность. Затем я опираюсь на эту ногу, отрывается эта нога. Вот подобно как человек идет, так же происходит смена тела. Стоя на одной ноге, я переношу другую ногу. Потом я опираюсь на эту ногу, отрываю. Это смерть. Эта опора уже меняется, видите, но как бы сам смысл, он не меняется. Идущий тот же самый. То есть личность остается той же самой. Хотя мы меняем ноги для передвижения. И значит, реинкарнация это как бы перемещение во времени живого существа. То есть меняя тела, я путешествую таким образом. Я могу родиться в другой стране, скажем, в другом виде жизни. На другой планете в соответствии с этим. Даже может быть в другой вселенной. Это зависит от моей деятельности, которую совершаю сейчас. И вот люди в прошлом были дали такими знаниями, благодаря которым можно было совершать ту деятельность, которая перенесет меня в определенное точно место по моему желанию. Если я хочу попасть, скажем, в рай, грубо говоря, я должен совершать благочестивые поступки. И вот эти поступки, эта деятельность, она перенесет меня в следующей жизни, в лучшие условия. А если я совершаю какую-то греховную деятельность, отвратительную деятельность, то эти же поступки, они могут меня не вернуть в обидель страданий в следующей жизни. То есть как бы люди прошлого, они испытывали страх перед новым воплощением, потому что это ответственность. То есть можно попасть в неблагоприятные условия, а можно в лучшие условия. Они старались действовать хорошо в этой жизни, в этом воплощении, думая о следующем воплощении. То есть это называется реинкарнацией. Часто люди задают вопрос, если существует переселение, если существует реинкарнация, а есть ли свидетели всего этого, кто мог бы рассказать все это? Это не является каким-то выдумкой? На самом деле я однажды видел, как родилась гусеница. Есть такие гусеницы, которые так быстро передвигаются. Она появилась из личинки, и она сразу начала, приступила к деятельности. Сразу. Я еще удивился, она не раздумывала, не пыталась, не пробовала никаких проб. Сразу точно знала, куда идти. Уверенным шагом она пошла и начала что-то есть и прочее. Уже знания вложены в них. Ребенок рождается, уже ищет грудь матери. Все. Тут же он знает, какое-то знание есть. Это знание интуитиного характера, как ученые бы назвали это инстинктом. Но тогда мы должны спросить. Инстинкт. Это то, что влияет на меня. Я не могу управлять этой силой. Это верно? Я не могу управлять этой силой. Инстинкт. Это влияет на меня. Тогда что это за сила? Я подчиняюсь этой силе. И то есть через эту силу я получаю какое-то знание. Я знаю, что я должен идти туда и делать это. Инстинкт самосохранения. Любой юноша подрастает и знает, что нужно идти к девушкам, разговаривать, знакомиться. Никто об этом не говорит. Наоборот, ему говорят, не ходи. Слишком много не общается. Он говорит, нет, надо идти. Он знает. Как есть, тоже каждый знает. Когда нужно есть, каждый знает. То есть знание вложено, видите, уже в состоянии тела находится знание. Уже количество знаний вложено в меня. Откуда, спрашивается, если я рожден, откуда вложено в меня это знание? Значит, есть какая-то причина в прошлом, которую я пользуюсь. Какое-то количество знаний мне уже выделяется, с которым я могу начать свою деятельность. Это доказывает, что жизнь непрерывна. Что это не мое какое-то рождение и смерть, этот отрывок. Что я существовал и до этого момента, потому что я уже пользуюсь каким-то знанием. Мое существование непрерывно, как личности. Но то знание, которое я имел в прошлой жизни, оно стертое, осталось во мне в форме интуиции. Память в форме интуиции существует. Это даже не сама память, как скорее напоминание. Как бы я чувствую, что я должен быть художником, мне хочется быть, например. Я должен жениться именно на этой женщине. Потому что я чувствую, что я как будто уже ее знаю, хотя первый раз вижу. Или я боюсь вдруг высоты, хотя никогда не падал в этой жизни. Люди есть, которые боятся войны, панически, хотя никогда не воевали и не были на войне. Я лично знал человека, который очень боялся ножей в руках. Вот такие шутки он не мог переносить. И мы его еще спросили, он даже весь погляднел, показался пятнами, когда увидел нож. Вот это было просто шутка дружеская. И мы спросили, ты почему так пугаешься, что с тобой? Может быть, тебе угрожали ножами? Когда они говорят, нет, никогда не угрожали, но я очень боюсь ножей в руках. Мы пошли просто пятна, красный пульс. То есть уже есть какая-то причина, ведь вложено. Так же, как есть в Евангелии пример с молодым человеком, который имел врожденную болезнь. Иисус вылечил его. Врожденная болезнь. Ученики спросили Иисуса, а за чьи грехи он страдает? За свои собственные, за свои родители. За болезнь-то в рождении? Как он может страдать за собственные грехи, если он живет один раз? Но Иисус сказал, он страдает за свои грехи. Это указано на то, что он совершал деятельность до этого рождения. Можно это так понять. Почему нельзя так понять, если так написано? Можно и так понять, не интерпретируя каким-то образом. То есть какой-то намек дается в священном писаниях во всяких. И в русских ведах говорится о реинкарнации. И в христианстве можно найти какие-то намеки. Илиада, Одиссея, Веды. Везде говорится о реинкарнации. Обязательно. В любом священном писании. Потому что это знание труднодоступное для человека. Очень труднодоступное для человека. Называется опорушие сверхчеловеческое. Почему мне трудно увидеть свое прошлое воплощение и будущее воплощение? Потому что я же воплощен в этом теле. Я кроме этого тела ничего не вижу, ничего не понимаю. Что я думаю через тело, смотрю через тело, слушаю через тело. Понимаете, мое восприятие, оно определено вот только этим типом тела. За пределы этого типа тела я уже не могу выйти. Скажем, ученый поделит на ум и скажет, нет жизни. Потому что такой жизни нет, как у него. Он не видит там такие же точно тела, такой же травы, таких же животных, таких же людей. Он понимает жизнь как тип тела. Но есть другие типы тела, которые могут существовать. Невоспринимаемый человеком. То есть, если я, как ученый, все сравниваю со своим типом тела, то эта наука очень-очень ограничена, невежественна. Поэтому воплощение, оно имеет недостатки. Я воплощаюсь в каком-то конкретном теле и за рамки этого тела мое знание не выходит. Я ограничен. Поэтому мне нужна помощь. Я обращаюсь к ведам, к знаниям. Знание уже есть в этом мире. Оно же существует. И если я правильно им воспользуюсь, я могу обрести огромное благо. То есть, знание предназначает, что принести людям благо развития, для их развития. А есть ли вот среди ученых, который бы серьезно занимался этими вопросами и пытался научно доказать существование реинкарнации? Есть такие философы, которые изучают лидические книги, например, Бхагавадгиту, Слимат Бхагавата. Другие разделы вверх, где описываются законы реинкарнации. Есть очень подробные сведения об этом. даже описываются этапы смерти. Как человек умирает, что происходит с ним после смерти, фазы смерти. Какое время занимает процесс перевоплощения. Как он протекает этот процесс перевоплощения. Есть люди, которые занимаются, например, Моуди. Мы знаем, известный Моуди. Он занимался до какой-то степени. Он имеет этот опыт людей, которые испытали клиническую смерть и рассказывали этот опыт, пережитый опыт. И он идентичный. Я тоже знаю таких людей, которые имели опыт выхода из тела и после этого стали интересоваться этой наукой, изучать ее. Сам я лично тоже имею такой опыт выхода из тела. Поэтому так же я стал изучать эту тему. Обратился к этим книгам. Да, мой личный опыт тоже меня подтолкнул к изучению этого всего. Я понял, что после смерти мое существование не кончается после смерти тела. Не кончается. Это я понял. Я убедился в этом на собственном опыте. То есть обычно люди, которые не испытывали этого опыта, они будут утверждать, что это галлюцинация. Но я видел то в этом состоянии, что было подтверждено в этот момент на практике. Не могло быть галлюцинацией. Тогда должна быть живая галлюцинация. То есть она должна быть в том месте, чтобы знать это, видеть это. В своем тонком теле я видел те события, которые происходили на самом деле на другом месте. То есть это было подтверждено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие книги, где собран такой опыт, он описывается множество из таких литератур, думаю, в магазинах современных сейчас. Но мы хотим сказать о другом, о том, что инкарнация происходит с каждым человеком научный факт. Видите, я же уже родился. Но если я уже один раз родился, это же факт, почему я не могу второй раз родиться? Факт, я родился, значит, я могу это сделать еще раз, повторить. С другой стороны, очень мрачно просто даже думать, что я просто один раз живу, родился и все. Концом я проживу 50-60 лет, состарюсь, естественно, смерть неизбежна, об этом все знают. И все, на этом конец. Такое понимание, узкое понимание, к чему может вести? А, это означает один раз живем? О, это ужасная философия. Философия, которая разрушила весь атеистический мир. Она разрушает вот эта философия. Ешь, пей, веселись, жени, одна жизнь. Больше не будет шансов наслаждаться как можно больше. Воруй, ничего страшного. Бери как можно больше. Если нет свидетелей, совершай беззаконие. Никто же не знает. Все это можно, потому что один раз живем. Все надо попробовать. Все надо попробовать за одну жизнь. Как можно больше чувства наслаждения. Как этот термин называется? Гедонизм? Гедонизм, да. С этой точки зрения самые счастливые люди это кто? Наркоманы, алкоголики, проститутки. Вот эти люди будут самые счастливые. Но мы знаем, что самые несчастные люди как-то. То есть эта философия приводит к разочарованию, к страданию. Если мы не признаем существование души, реинкарнации, перевоплощения, тогда очень сложно признать, что Творец справедлив. это же он все творит в этом случае. Это неравенство, несправедливость, и сын рождается бедным, другой богатый. Почему Творец несправедлив? Нет, естественно, вопрос. Но на самом деле это наше творение. Наше тело это наше творение. Например, я ем пищу. Из этой пищи я же творю это тело. Видите, тело это продукт той пищи, которую я ем, этой энергии, создаю я ее сам. И растет тело. Я сам это делаю. Без моего участия тело не вырастет. Попробуйте взять много пищи и создать человека из него. Живое существо. Без его участия. Нужно живое существо. Сначала маленькое, оно будет есть, 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 и оно сформирует тело. Видите, это моя энергия, это мое творение. Но как я творю? Я выбираю тот тип пищи, который свойственен моим желаниям. Желание переносится с прошлой жизни. И соответственно, какую пищу ем, такой тип тела я взращиваю. Если пища низкого качества, то и тело будет низкого качества, мысли будут низкого качества, привычки будут и желания низкого качества поддерживаться. Если у меня более чистые желания, я принимаю пищу более чистую, то и тело будет более чисто, более, более сатвично, более благостно по природе. То есть благость означает, что человек склонен к самоотдаче, к помощи другим, скажем, что он может сочувствовать, переживать, более тонкий, тонкое более устройство тела. Это зависит от той пищи, которую он потребляет обычно. И также во что, конечно, он еще верит. Вещи связаны, пища и вера очень связаны. Скажем, есть племена такие, которые верят в лесных духов, и едят рыбу с червями, протушивую. Есть такие племена в Африке, которые съедают деда, когда ему исполняется 90 лет. Потому что они считают, что с кусочком этого деда они съедают его мудрость, его знания переходят. Это их вера, это их пища. И таким образом у каждого свои желания, и поэтому свой тип тела он формирует этой пищей. Но если человек хочет изменить, возвысить свое существование, тогда он должен изменить пищу и веру. Возвысить пищу и веру, очистить свою пищу. Поэтому некоторые люди что делают? Они берут, очень чисто готовят вегетарианские блюда, предлагают Богу, а потом только сами едят. Таким образом они возвышают свое существование. Это уже как бы реинкарнация. Если мы принимаем чистую пищу, которая очищает нас, тело будет очищаться, и постоянно обновляясь, оно меняется, оно очищается, улучшается наше состояние. Хотя мы можем стареть и все остальное, но наше внутреннее состояние, оно очищается. Если мы хотим как бы преодолеть свою судьбу, обусловленность, вот это вот предопределение, потому что впереди у нас обычно ничего хорошего нет, обычная жизнь. Если мы хотим возгласить ее, то мы должны пойти другим путем. путем развития внутренних качеств, путем отказа от чувственных наслаждений, лишних, до этого избытка чувственных наслаждений, а путем развития знания, сознания, возвышения сознания. Это некоторое аскеза, некоторое воздержание необходимое человеку, но развивается знание, мудрость, и человек находит путь к высшему счастью. Конечно, тему реинкарнации невозможно до конца осветить в одной передаче или в нескольких даже передачах. Это тема, которая требует довольно глубокого подхода изучения и обсуждения. Но тем не менее, я думаю, что очень многие для себя открыли что-то новое. И также я надеюсь, что мы в будущем будем продолжать эту тему, поскольку эта тема очень важна. Редактор субтитров А.Семкин